К конно-спортивному клубу «Пегас» в «Апатитах» требуется помощь волонтеров. Проблемы остаются прежними. Из-за неудобного местоположения в заболоченной низине вольеры животных промерзают. Их вновь надо утеплять. Ведь скоро зима. На призыв о помощи откликнулся председатель правкома транспортного управления акционерного общества «Апатита». Дружба акционерного общества «Апатиты» клуба «Пегас» длится не один год. И уже не в первый раз предприятие протягивает руку помощи любителям животных. Когда я выполнял обязанности помощника депутата Константина Владимировича Никитина, к нам обратился руководитель конного клуба «Пегас». На тот момент нужна была помощь. И мы этой помощи оказали. С тех пор мы сотрудничаем с этим клубом. И на этот раз энтузиастам не отказали. Привезли бетон. Умеренная влажность при работе со строительной смесью на руку. Поэтому моросящий дождь не помеха. Вот автомиксер выгружает бетон в заранее подготовленную опалубку. Рабочие старательно распределяют ценный груз. Застывшая бетонная конструкция послужит опорой для деревянного настила. Устроенная под ним грунтовая подушка и будет являться теплым полом. Благодаря которому животные прекрасно перенесут суровую зиму. Руководитель конно-спортивного клуба Наталья Громова довольна. Ведь без помощи волонтеров им не обойтись. Очень нелегко справляться своими силами. Правда, очень нелегко. Потому что участок земли, он сам по себе очень заволоченный. Здесь стоят грунтовые воды. А еще вот климат изменился, постоянно мокрое. Идут дожди. Если немножечко копнуть, вода стоит. Вода стоит под полом у животных. Конечно, надо поднимать. Поднимать полы, поднимать настил, чтобы животным было сухо, комфортно, необходимо. Я очень переживаю за тех зверей, которые здесь держат. Ведь та же кадарка, ну это лошадь у нас стоит, у нее не очень утеплено помещение. Вот. И то есть ей холодновато. И мне кажется, это очень даже нам в пользу будет. Утепление полов положительно скажется не только на здоровье непарнокопытных. Ведь конный клуб по совместительству еще и контактный мини-зоопарк. В закрытых вольерах с лошадьми делят соседства ослики, северный олень, стадо коз, кролик и даже дикий гусь. В планах у заводчиков приобрести ламу. А еще сделать хорошие летние вольеры для питомцев на улице, чтобы животные большую часть времени проводили на свежем воздухе. Продолжение следует...